Привет всем! Сегодня по многочисленным вашим просьбам я буду делать обзор посуды, которой я пользуюсь на своей кухне. Это будут кастрюли, сковородки всякие разные. Ими я пользуюсь многими до 5 лет. Сейчас расскажу, чем я пользуюсь, потому что здесь три разные фирмы. Про все нюансы, тонкости сейчас расскажу, что мне нравится, что мне не нравится и так далее. И буду рассказывать про термопосуду, которой я пользуюсь, стекло, термостекло, которое я и в духовке запекаю, и на плите использую. И я очень долго пользуюсь этой посудой, уже 10 лет, и буду рассказывать. Чтобы, так сказать, не затягивать, начну со сковородок и кастрюль. Здесь у меня находятся три фирмы. Самая большая часть посуды у меня это биоловская посуда. Вот так выглядит эта фирма, вот такие крышки, я думаю, что везде они продаются. У меня и сковородки, и много кастрюль. Значит, еще вариант. Я пользуюсь к бергов. Вот так выглядит бергов. С виду они очень похожи, или похожи, не знаю, как правильно. И еще новая посуда, которую я купила, и пользуюсь буквально до полугода. Это вот такая вот посуда, тоже со стеклянными крышками, красивая, не черная. Черная мне надоело. Чтобы было более понятнее, я буду делать сравнение между двумя марками. Я буду делать сравнение между берговом и между биолом. Значит, бергов по отношению к биолу дорогой. В два-три раза дороже цена, ну, когда я брала. Значит, бергов я покупала пять лет назад. Покупала я его по акции, сколько денег заплатила, немного. По акции было немного, но на самом деле там была приличная цена. Значит, у меня была кастрюля и сковородка. Сковородку отдала маме, она еще живая, с большими бортами. И еще мама сказала, где-то годик она точно отслужит. Ну, вот, читайте, пять лет сковородка точно отпахала. Значит, что хочу сказать по кастрюле, которая у меня осталась. Вот так выглядит дно. Вот, смотрите. Пользуюсь я ей часто, очень часто. Она такая большая, и чтобы не варить борщ каждый день, варю, ну, часто варю, варю в этой большой кастрюле. Вот такое вот тут дно. Значит, что хочу сказать. Она не лопнула, не треснула, и вовнутрь ничего не пригорает. Это мне нравится. Значит, как мне сказали в магазине Бергов, что нельзя мыть вот эту вот кастрюлю, нельзя мыть в посудомоечной машине. Ну, вот я все, нет, не пять лет, я года три у меня посудомойка. Значит, три года я уже реально мою в посудомоечной машине, и ничего. Смотрите, все классно, хорошо. Края вот эти бока, они поцарапались, вы видите, они уже такие, знаете, поцарапанные, потому что посуда об посуду бьются. Вот это вот единственное, что. Крышка здесь очень продуманная, она мне нравится. Ну, во-первых, крышка такая плотная, очень быстро здесь закипает вода, очень быстро. Во-вторых, вот с этой стороны, если вам видно, видите, здесь есть прорешенки с каждой стороны, и поэтому под самой вот этой вот крышечкой ничего не засоряется, здесь чисто. Это очень удобно. Значит, кастрюля я реально довольна. Единственный минус, она реально дорогая. Ну, как бы это вот, я покупала ее по акции, не знаю, купила бы я ее, если бы она была вне акции. Может быть, качество сейчас хуже. Да, и это было пять лет назад. Кто его знает, откуда они сейчас везут этот Бергов и кто его делает. Ну, ей я довольна очень. Теперь Биол. Биол гораздо дешевле в ценовой политике, чем Бергов. Он очень доступный, его много, разнообразие. Значит, минус крышек. Что мне не нравится в ихних крышках? Смотрите, здесь вот пимпочка, да, икры вот тут вот грязно под самой ручкой. Видите, здесь полностью вот так вот плотно она прилягает. Если здесь есть прорешенные, то тут их нет. И внутри скапливается налет, а иногда даже грязь. Я ничем вымыть не могу, и приходится раскручивать ручку. Ну, в общем, это неудобно, мне не понравилось. Второе. Кастрюлями я пользуюсь чуть больше, чем три года. Ну, посмотрите на дно. Вот такое дно здесь. Ну, как бы, видите, оно уже потрещало. Причем, я думаю, что вы видите, я все время пользуюсь только деревянными всякими штуками. Я практически не пользуюсь металлом, а в сковородках и в такой посуде вообще не пользуюсь металлом. Да, я мою ее в посудомоечной машине, поэтому я думаю, что это из-за посудомойки такая штука. Вот, потому что не говорят, что нельзя мыть с антипригарным покрытием. Это антипригарное покрытие, по-моему, это алюминиевая посуда с антипригарным покрытием. Вот в самой маленькой кастрюльке. Вот такая беда у меня уже, бачите. Ну, в общем, это три с лишним года посуде. Я считаю, что цена ее не очень высокая, она достаточно доступная. И поэтому то, что вот эти вот кастрюльки отпахали больше трех лет, и вот только вот за последние несколько месяцев началось подниматься вот это покрытие, ну, цена-качество, вот как бы вот так. Но сама посуда нормальная, хорошая, мне нравится, просто что жалко, что покрытие начало подниматься, и ее придется реально менять. Ну, вот в реальности три с лишним года. Биол, Биргоф. Теперь, что касается сковородок. Ну, здесь у меня еще, видите, вторая кастрюлька, которая на 5 или на 6 литров, я не помню, но то же самое, видите. Это что у нас, Биргоф? Это, 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 это Биол. Это все Биол. У меня Биргофовская только одна, потому что дорогущая. Так, теперь по поводу сковородок. Сковородки, это вообще такая тема, я ее пользуюсь много и часто. Значит, самая любимая моя сковородка, это блинная. Я ей тоже пользуюсь больше трех лет. Ну, сзади она, видите, уже такая вот не очень новенькая, но покрытие не слезло. Смотрите, это не чугунная сковородка, это антипригарное покрытие, это не чугун. И реально вот эта блинная сковородка пашет-пашет, а блинчики я делаю чуть ли не каждый день. Но она тяжеленькая, да? Нет, она достаточно легкая, это не чугун, но вот эта вот блинная сковородка, я реально ей довольна. Не могу понять, почему в кастрюльках, где просто кипит водичка, поднялось покрытие, а сковородка нет. Не знаю. Странно, как бы я думала, что сковородки первые выходят из строя, а у меня вот не так. Так, теперь сковородки. Вот посмотрите, я сейчас пооткрываю крышки, а вы посмотрите. Значит, самая такая сковородка, которой я пользуюсь очень-очень часто, это вот эта вот сковородка. Она тяжелая, с высоким бортом, она самая удобная по форме. И смотрите, с дном ничего не произошло. Вот дно какое было, такое и есть. Очень классная сковородка, здесь снимается ручка, ее можно ставить в духовку. И этот все я мою в посудомоечной машине. Это маленькая сковородка, я ей пользуюсь редко. Это чуть побольше. И такая у меня еще есть, ну вот такая вот цветная, да, но тут уже пожелтело дно. Но ни к чему, что не пригорает вообще. И никакое покрытие здесь не лопнуло и не поотслаивалось. Поэтому сковородки в Биоле мне понравились. Я считаю, что они недорогие, по качеству они хорошие. Уже больше трех лет они пашут у меня тут на кухне каждый день. Это круто. Теперь ВОК. Значит, этой сковородкой я не пользуюсь очень часто. Ну, когда делаю какое-то жаркое слоями, не часто, не часто. Это, наверное, сковородка, которой я пользуюсь реже всего. И тем не менее, дно здесь уже начинает подниматься. Если вот камера близко-близко подойдет, смотрите, видите, дно уже начинает вздуваться. Я не знаю, почему такая разница между сковородками и кастрюлями. Может быть, напыление разное. Может быть, не знаю, в чем разница. Ну, я считаю, что я очень аккуратно отношусь к посуде. Ну, достаточно аккуратно. Может быть, кто-то еще аккуратнее, чем я. Не считаю посудомойки. Ну да, не считаю посудомойки. В общем, сковородки мне понравились. С кастрюли через три с половиной-три года у вас реально повыходят из строя. Ну, вот это мое мнение по отношению к биолу. Купила полгода назад вот такие вот кастрюльки. Вот такие. Даже меньше, да, может, месяца четыре. Значит, ну, что могу сказать. Тоже мою в посудомойке. Не знаю, хорошо это или плохо. Ну, во-первых, они красивые. Потому что мне надоело черная посуда. Купила такую, думаю, куплю такую яркую какую-то. Посмотрите, дно вот такое, знаете, как немножко в коррозии уже. Я думаю, что это тоже здесь слоеный металл, наверное. И в посудомойке все-таки мыть нельзя. Ну, а как же ж быть? Что же делать? Ну, не знаю, как она еще поведет себя за остальные полгода. Ну, вот несколько месяцев до полгода я ей пользуюсь. Ну, пока что все хорошо. Ничего к ней не прилипает, вскипает вода быстро. Крышки здесь вот такие, как и в биоле. Ну, и цена у нее даже дешевле, чем у биола. Поэтому посмотрим, что с ней будет через пару лет. Ну, хорошо, что здесь есть вот такие пимпочки, здесь выходит пар. Это тоже хорошо, ничего не перекипает. Потому что в биоле у меня очень часто перекипает. Если я забуду взять большой огонь, у меня пшшшш, и все плелось. Теперь стекло. Ну, собственно, стекло это та причина, по которой я не пользуюсь индукционной плитой. Все мне говорят, Оля, ты странная, купи себе индукцию и не парься. Там две секунды все вскипает. Да, но на индукцию нельзя поставить всякую разную красивую посуду. А красивую посуду я люблю. Значит, я пользуюсь вот такими стеклянными всякими разными кастрюльками. Значит, здесь у меня две фирмы. Вот этим двум кастрюлькам больше десяти лет. Мне их подарили на свадьбу, до сих пор они у меня работают. Это две новые, им, может быть, года по полтора, не больше. Значит, что это за фирмы? Ну, я не знаю, как это правильно читается. Ну, вот так вот, девочка, сними. Видно фирму? Симакс, да? Значит, их мне подарили на свадьбу больше десяти лет назад. Две кастрюльки. Посмотрите, какое дно. Уже они, конечно, все немножко поцарапанные. Ну, не немножко, а прилично они поцарапанные. Видите, вот такие они уже все совсем в точечку. Но, тем не менее, они реально пашут. Я в них запекаю в духовке, готовлю в них на плите. Ну, классная посуда, я люблю стекло. Во-первых, красиво в стекле закипает вода, а утром варить яйца, ну, мне нравится. Так, теперь, другой фирмой я пользуюсь тоже. Это те, что я уже покупала себе. Они тоже идут с крышками, но крышки там внизу. Значит, а, вот от этой крышкой вообще разбила, так жалко. Значит, здесь другая фирма, вот, нет, вот так. Не знаю, как читается. Да, как-то вот пирекс или как-то так. Значит, ими я пользуюсь недолго, но, тем не менее, они уже тоже поцарапаны. Имейте в виду, стекло царапается и достаточно быстро царапается. Ну, в общем, над ним надо не дышать. Ну, я так сильно над стеклом не парюсь, потому что, ну, иначе будет жалко от каждой царапины. Поэтому, в общем, я не парюсь. Значит, смотрите, мне нравится стекло. Купите хорошую посуду термостойкую, и можно и замораживать, и в духовку, и на плиту. Это красиво, удобно, но я очень довольна вот таким стеклом. И еще хочу сказать про терки. Значит, я пользовалась вот этой теркой очень долго. Уже, наверное, вот сколько вот у меня канал, столько я этой теркой пользуюсь. Она мне очень понравилась. Мою я ее в посудомоечной машине, она нигде не поржавела. Она реально острая, все круто, все классно, снимается вот этот ободок. Ну, и есть один минус. Значит, смотрите, здесь вот этот вот пилтик, он снимается. И здесь под низом вот так вот закручивается туда эта ручка. Рядом с болтиком находится дырочка. В эту дырку попадает вода, как бы вы не мыли. Даже если вы руками моете. Ну, может быть, если вы руками моете, не так сильно попадает. Но попадает прилично всегда. Я просто в последнее время открываю шкаф, а у меня какой-то запах в шкафу. Ну, вот где посуда стоит. Я уже перемыла там всю посуду. Перемыла весь шкаф, а запах есть. Думаю, да что ж такое. А потом как-то, ну, я долго одно время не ползывала с теркой. Беру терку, а у меня терка воняет. Думаю, ну, как терка может вонять. Я ее всю помыла. Потом я ее раскрутила. А потом выяснился такой момент. Вот в этих терках сами вот эти вот ручечки красивые и удобные, из-за которых из этой ручки я, собственно, и купила всю эту терку. Вот в эту дырочку возле болтика попадает вода, и она герметичная. Вода назад не выплескивается. Вода там застаивается и воняет. Вот такая вот штуковина. Да. Я так расстроилась. Думаю, ну, что делать? Ее только выкинуть теперь. Потому что она реально неприятно пахнет, и я ее специально оставила, чтобы показать вам, так сказать, всю беду. Купила другую, вот такую. Похожую, но с другой ручкой. Вот такой сегодня был небольшой обзор моей посуды, которой я пользуюсь. Я постаралась, так сказать, все чуть по-быстренькому все рассказать. Если я на чей-то вопрос по поводу посуды не ответила, напишите, я вам допишу. Напишите мне, о чем еще снять. Все меня просят про мультиварку, я сниму про мультиварку. Просто мою самую любимую мультиварку я отдала маме. Теперь я пользуюсь чуть другой мультиваркой, но я хочу сделать для сравнения, потому что все-таки моя любимая мультиварка была лучше. Вот. И я не знаю, теперь не хочется оттянуть ее от мамы, чтобы снимать обзор. Ну, в общем, что-нибудь придумаю. И обязательно сниму про мультиварки. Про посудомойку и холодильник я обязательно сниму, так что ждите. Вот и все. Спасибо, что сегодня были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ждите новых видео. Пока!